как раскрыть свою женственность в обычной жизни лайфхаки как раскрыть свою женственность красная помада наслаждение удовольствия и кайф женская энергия очень серьезно раскрывается через тело это массажи постарайтесь ходить на массажи либо к мужчинам достаточно сексуальным либо к женщинам которые резонируют вам с мамой когда условно у вас мама прям холит лелеет почему у нас на теле часто бывают травмы потому что мама нас недообнимала и у нас тело закрывается поэтому если говорить про массажи я реально рекомендую выбирать себя либо женщину которая так с энергией заботы к вам относится да прям вот достроить маму и мамины объятия либо выбирать мужчину достаточно сексуального вот такие вот лучше здесь подходы что еще это конечно же наряды красивые что еще если человек про женскую энергию это конечно ведь дорогие мои оргазмы очень важно вообще правило номер а день чтобы учить женскую энергию это ваша арт shaved это когда находитесь оdo в стрессе, так вы понимаете почему, как быть женской энергией когда находитесь в сильном стрессе поймите почему вы не женская энерга! потому что когда вы в стрессе и вы напрягаетесь мышцы напряженные, а представьте напряженная матка напряженная матка это как минимум у вас там могут быть кинекологические проблемы. И вас стреляет, знаете, когда пройдёт, когда вы расслабитесь и начнёте через себя пропускать. Потому что, по сути, женская энергия, она может через себя всё пропустить. По сути, вот если мы берём женскую энергию, матку, опять, я люблю так физиологию, потому что против биологии не попрёшь. Она берёт в себя 10 миллиардов сперматозоидов, перерабатывает. Ненужные у неё выходят с месячными, ну, с мочой и со всем остальным. А нужные она оставляет. Поэтому женщине со стрессами намного легче справляться. Если говорить о стрессах, посмотрите, кто живёт дольше, мужчина или женщина. Женщины живут дольше, потому что ей легче всё перерабатывать. Мы так устроены, что мы можем всё принять, всё переработать. Не нужно отпустить, а нужно оставить себе. У меня сгорели плечики. Кстати, знаете, если говорить про солнце, я просто сейчас в Майами не мазалась. Вот у кого тяжёлая тема с солнцем, у кого пигментные пятна, например, кто не выносит солнце, кто ненавидит жару, это тема проработки с папой. Потому что солнце в астрологической карте это папа. И вот у кого прям там пигментация на солнце. Вот я тоже немножко подгорела, такая тоже думает, что у меня с папой, что ли, переизбыток папы. Ну вот, например, да, это вот прям посмотрите на тему с папой, отношениями с папой. Потому что в астрологической карте у него есть энерготерапия. В принципе, папа — это солнце, мама — это луна. И вот если у вас реально прям проблемы с солнцем, вы не любите жару, не выносите, не выдерживаете, очень важно проработать отношения с папой. Вопрос, как ещё включить женскую энергию. Массажи, путешествия. В общем, всё, что приносит удовольствие. Я всё-таки к сексу вернусь. Знаете, через секс самый лучший проход к женской энергии. Потому что, знаете, я так вам скажу, в женском организме 386 эрогенных зон. Для чего-то же нам их дали. А у мужчины две. Ну, я не знаю, максимум три. Три. А у нас в сотни раз больше. Почему? Потому что женщина устроена так. Она создана для удовольствия, наслаждения. Поэтому, как минимум, начните кайфовать от себя. Нас, к сожалению, на протяжении жизни наказывали, да. Вот если опять взять эти все истории про ведьм, там, каналы, всех этих целительницей. Нас всегда наказывали за нашу мощь и за нашу силу. Но, по сути, наша матка, наша женская энергия это реально магичность. Это реально волшебство, да. Я вам объясняю с точки зрения физиологии. Когда ребёнок у мамы в животе, матка исполняет все его желания. Так же и здесь. Почему так много ведьм? Почему так много магичных женщин? Почему женщине легче простраивать каналы? Почему эзотерики реально более мощные, мощно могут считывать каналы? Почему вот эти все волшебницы, а не женщины? Во-первых, у нас чакра берущая, понимаете, чакра видения. И здесь турбина в матке. И вот здесь это очень важно, понимаете. Нас на протяжении всех веков за это наказывали. Но, опять же, посмотрите, сколько этих ведьм сожгли, и скольким мощным женщинам поотрубали головы. Там, не знаю, начинает Клеопатра, которую змея укусила. Там Анна Болейн, которые отрубили головы. Потом, если взять период этих гонений, когда этих ведьм сжигали везде, как оно называлось. Помогите мне, когда сжигали ведьм. Церковь, когда гонялась за ведьмами, как это называется. Помогите кто-нибудь. Не могу вспомнить. Ну, в общем, вот этот период. И нам реально страшно проявлять наши женские магичные чары, можно сказать. Но, по сути, магия, вот у меня, кстати, есть мастер-майнд по магии, тоже его можно приобрести в записи. Но, по сути, магия – это количество энергии, которое есть. А женщина – это энергетический кокон, энергетическая турбина. Инквизиция. Спасибо, Господи. Спасибо, мой любимый. У меня что-то с мозгами. Вот когда были времена инквизиции, там же всех, блин, просто мочили. Всех просто мочили, понимаете? И нам, конечно, очень страшно. Нам, конечно, очень страшно проявлять нашу женскую суть. Инквизиция, мол, это ведьм. Да, да. И вот здесь это очень важно понимать, что нам надо брать эту женскую энергию, встраивать в себя, потому что сейчас наша женская энергия спасает мир. Спасает мир. И как ни крути, но давайте честно, сейчас реально женщине намного легче выходить на новый уровень, сейчас женщине намного легче достигать результатов. Сейчас женщина и женская энергия может намного и больше. Как интерпретировать сказку о золотой рыбке, где старуха хотела-хотела и осталась у разбитого корыта? Это какая-то фатальная ее ошибка как женщина или это тип определенной женщины? Ну, давайте так. Она не наслаждалась и не кайфовала. Это реальная тема, кстати. Хорошая тема золотой рыбки. Это когда я не живу в наслаждении, в удовольствии и принимаю с благодарностью все, что мне приходит. А имею кучу претензий и пытаюсь от кого-то что-то отжать. Понимаете? Вот когда я имею кучу претензий и пытаюсь от кого-то что-то отжать, это не позиция женской энергии. Женская энергия, она хочет, но она готова и без этого. Понимаете? Она хочет частный самолет, но она может лететь и эконом-классом. И она ни от кого не отжимает. Она не приходит и не говорит «Заплатите мне 10%!» Вот это старуха, которая окажется у разбитого корыта. А когда ты в кайфе, в наслаждении от того, что ты делаешь, ты это делаешь с удовольствием, ты готов это делать, потому что тебе прикольно, и ты кайфуешь от этого, где-то понимая, где ты хочешь оказаться, расширяя свою энергию, тогда тебе и приходит. Это про глубинное внутреннее понимание своей энергетики. А когда ты хочешь кого-то нагнуть, там, старика отправить к рыбе, рыбе получить на халяву, вздрючить рыбу, тогда в итоге разбитая корыта. Вот здесь так. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому первое, что вы должны сделать, научиться кайфовать, любить то место, где вы находитесь, кайфовать от этого места, ничего от этого места не ожидать, и тогда вам приходит больше, и тогда к вам приходит больше. И это на самом деле относится к любой сфере вашей жизни, к мужчине, который рядом, к бизнесу, в котором вы находитесь, к детям, к друзьям, ко всем остальным. Как быть, если рядом жадный мужчина? С вами рядом ровно такой же мужчина, как и вы. Мандаринки с апельсинками не спят, понимаете? Если вы проснулись, рядом с вами козел, то, скорее всего, у вас тоже есть рога, понимаете? Поэтому здесь важно понимать, что, ну, первое, не нужно отжимать, пытаться у кого-то что-то. Важно работать с собой, со своей энергией, со своим наслаждением и кайфом. Дорогие мои девочки, научитесь кайфовать от того, что у вас есть, просто кайфовать. У вас тогда будет генерация намного больше, намного сильнее, вы сможете двигаться вперед. А когда вы реально, как эта бабка из золотой рыбки, вам все мало, вы хотите это, вот это, и здесь еще, и вот здесь еще. Но, во-первых, деду когда-нибудь сюда вот тут надоест, и когда-нибудь рыбка вам скажет, нахуй, извините. Пойду-ка я к другому человеку, который будет благодарен за то, что я уже даю, понимаете? И золотая рыбка выберет что-то другое, там, где ей будут благодарны, где можно вместе что-то больше генерить. Это очень важно понимать. Кстати, спасибо за этот пример про золотую рыбку, он для меня сегодня тоже для самой очень важен. Да, потому что золотая рыбка, она может бесконечно исполнять желания, но пока это не переходит границу. Пока человек не возомнит себя саму золотой рыбкой, или владельцем золотой рыбки. Часто бывает так, что бабка думает, что она стала владельцем золотой рыбки. И тогда золотая рыбка оставляет только корыто. И вопрос не в золотой рыбке, а в бабке. Что вы понимаете, что я говорю? Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова